здравствуйте коллеги с вами саков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео сегодня мы обсудим на продолжение ралли на фоновом рынке что происходит с дебатами в сша обсудим компанию ibm но прежде чем мы начнем не забудьте поставить лайк если вам нравится это видео ну а ваши вопросы которые появляются обязательно оставляйте в комментариях а и так начать начать хотелось бы с того что обсудить ситуацию на текущем рынке и с точки зрения текущих позиций ну важно понимаете что я делал определенные ставки на начало коррекции по снт 500 тем более трамп сначала объявил о том что он не будет поддерживать стимулирующие меры до того как у пока он не станет президентом затем он ну фактически поменял это и сказал о том что будет помогать определенным сферам и определенным соответственно категориям людей но по чуть меньшим сроком без словно рынок на это среагировал какой-то придет момент мы видели снижение поясом ты 500 и как раз на это волне я пробовал зайти но вчера сработали мои стоп ордера как раз поясом ты 500 по паре американский доллар канадский доллар по двум другим инструментом я сделку удалил но хотелось бы сказать о том что невзирая на то что у меня был получен убыток по данным сделкам я также диверсифицирую свои риски в этом отношении имея на инвестиционный портфель из акций который также я веду в адмирал маркетс и в этом случае я вижу что также отрос на на позитивном реакции фондового рынка отрастает мой портфель из акции да то есть выходит из коррекции также там ряд компаний как например exxon mobil тоже выходит в положительную зону на фоне роста фондового рынка и что я хотел сказать то есть я считаю что оба этих вещи как трейдинг так инвестиции могут быть вместе и вполне неплохо могут уживаться это опять же дает определенную диверсификацию ну а теперь давайте поговорим о ключевых событиях которые сейчас важны для рынка и первую очередь обсудим трампа в данном случае здесь важно сказать о том что он ну по крайней мере по заявлению врачей полностью на веру прошел курс лечения и может вернуться к своим обязанностям уже полноценная субботы и это нет помешает ему провести как раз дебаты личные дебаты которые уже пройдут на следующей неделе на предварительно так как у трампа был диагностирован коронавирус говорили о том чтобы перевести онлайн но теперь лечащий врач трампа говорит что никаких препятствий для того чтобы встретиться лично он не видит поэтому с большей вероятностью встреча пройдет в личном формате как это было нам на прошлой неделе но безусловно рынке также на это реагирует позитивно но вот то что он делает в твиттере это фактически еще одна вещь за которой важно следить пока трамп президент возможно если его не выбрать новый срок то мы вновь сможем приостановить это сделать но как я и говорил то есть начало того момента когда трамп сказал то что он приостанавливает стимулирующие меры рынок упал и соответственно мы увидели начало коррекции об этом и говорил в предыдущем видео ну и собственно после того как он уже спустя несколько часов сообщил о том что новый пакет мер будет принят то собственно рынок начал снова отрастать предыдущие видео можно посмотреть также на нашем youtube канале из также ключевых новостей которые которые удивили ну и можно сказать несколько порадовали рынке это информация по компании ibm в данном случае компания заявила о том что они проведут разделение то есть это не сприт акции это именно будет выделена отдельная компания которая будет заниматься областными сервисами но и дополнительными решениям то есть в этом случае компания для себя выйдет большую перспективу на этих новостях акции компании подскочили она порядка 6 7 процентов данную сделку то есть понятно что пока это предварительно сделка будет ну это разделение будет планироваться и по планам ее планируется завершить в 2021 году как это будет происходить с точки зрения держателей акций компании ibm возможно будут получены дополнительные акции новой компании а возможно нет но об этим подробностях мы узнаем уже конечно чуть позже а теперь давайте посмотрим что происходит на рынке также скажу новой позиции которые открыл сегодня ну и в том как продолжается текущая ситуация в целом опять же на позитиве роста на фондовых фондового рынка мы видим и продолжение ослабления американского доллара в этой связи например та позиция которую я также планировал открыть по паре евро доллар да на понижение то есть фактически в в ходе как раз той коррекции которому ждать в октябре я ставил также отложенный ордер но я его удалил потому что сейчас фундаментальный фонд все-таки говорит о том что а фондовый рынок с большей радостью будет продолжать расти американский доллар будет продолжать падать с текущих уровней ну входить на покупку не самая комфортная ситуация поэтому здесь я буду ждать коррекции которые будут происходить но если фундаментальный фонд сохранится точно такой же если трамп опять не передумать то опять же при посылке на укрепление евро по отношению к американскому доллару будут в приоритете с текущих уровней я входить не буду конечно а потому что уже довольно таки высоко и соответственно те коррекции которые будут появляться я буду их уже использовать но с точки зрения высоко да то здесь очень важно уровень куда ставить стоп лосс потому что я для себя все-таки предпочитаю входить на локальных минимумах или на локальных максимумах как я сделал по доллар иене сейчас тоже об этом расскажу по британской валюте здесь нужно обязательно следить за 15 октября то есть это следующий четверг когда а должно быть принято решение по сделки до выхода великобритании напомню что борис джонсон хочет ее отменить и вполне вероятно что волатильности по британской валюте здесь мы увидим на с другой стороны соответственно если мы увидим еще одну волну снижения то однако неплохие уровни будут для того чтобы купить но а я для себя новых позиций по британской валюте по крайней до 15 октября я рассматривать не буду если сильно упадем посмотрим где можно будет подобрать по паре американский доллар канадский доллар как я и говорил то здесь я для себя планировал как раз начало и продолжение вот этой волны укрепления американского доллара да то есть мы подошли к линии тренда и с этих уровней я покупал да потому что если бы трампу да не передумал еще раз то с большей вероятностью мы бы видели вот это восходящее движение но стоп-лосс отработала что сделка у меня вчера закрылась как сейчас мы видим опять же еще раз пример того что если мы а если рынок не движется в нашем направлении то нужно выходить из этих позиций потому что убыток может быть гораздо больше собственно здесь после пересечения для меня критичного уровня я вышел из этой позиции но собственно сейчас нахожусь вне рынка опять же сейчас с точки зрения текущей ситуации вполне вероятно что мы можем увидеть продолжение снижения американского доллара поэтому ситуации на после роста после коррекции который может последовать после этого снижения я буду рассматривать себя как вход на понижение по данной валютной паре но конечно не сейчас а вот по паре американский доллар японская иена чуть более интересная ситуация сегодня наступила как раз в течение дня напомню на этой коррекции укрепления американского доллара мы довольно таки неплохо отросли то есть находимся на Неплохих уровнях для продаж Под нисходящему тренду, который у нас есть По данной валютной паре, ну и собственно Сегодня мы смогли закрепиться ниже локальных минимумов Которые мы видели вчера Цена скорректировалась, сначала я пробовал поставить Отложенный ордер чуть выше, чуть большим объемом Но вошел двумя частями Открыл две позиции, собственно примерно По одной и той же цене, то есть сначала на Вот этом росте и отложенный ордер у меня все еще Стоял, а затем я Купил еще одну часть, ну для того чтобы Как раз поучаствовать в этом движении Стоп-лосс у меня стоит также за локальным Максимум, которые были сформированы сегодня Цели по движению, как цель максимум Я рассматриваю движение в область Примерно 104.30 По данному нисходящему движению, то есть если посмотреть На дневном таймфрейме, то собственно Движение как раз обратно В тот диапазон, который мы видели минимальные значения В июле и в сентябре То есть это как цель максимум, конечно если Ситуация поменяется, то выйдут из этой позиции И раньше По австралийцу, собственно здесь Здесь у нас также Мы начинаем вновь двигаться По восходящей, опять же все рынки Движутся примерно в одном направлении Да, то ситуация повторяется, но опять же с текущих уровней Покупать я не буду, то есть были довольно-таки Интересные возможности покупать здесь, но опять же Фундаментальный фонд был все-таки не В пользу укрепления австралийца Сейчас он в принципе смотрит В эту сторону, поэтому опять же возможности Те коррекции, которые будут возникать Я буду его рассматривать как возможность опять же купить Да, на продолжение роста По новозеландцу картина тоже довольно-таки похожа Здесь мы тоже сейчас продолжаем как раз вот это восходящее движение Возможно как раз текущих уровней было бы интересно И тоже найти возможности для покупки Здесь, ну по крайней мере вот сейчас я тоже вам покажу То есть я могу поставить здесь для себя отложенный ордер Потому что тут в отличие от другой валютной пары Ну от австралийца, то есть цена ушла не так высоко И в принципе если мы скорректируемся примерно на 50% Вчерашнего движения, то по данной цене я бы вошел Ну и стоп-лосс вместе с вами сейчас тоже поставлю По 65.33 65.33, то есть по крайней мере посмотрю как ситуация здесь будет развиваться Чуть выше его переставлю Вот по данной цене, если все-таки увидим еще одну волну коррекции Здесь я также для себя бы рассматривал данный вход Ну и цели роста как раз это движение примерно в область 67.60 Если мы посмотрим на как раз том таймфрейме Где я вот открываю данную сделку И переключусь чуть выше, да, чтобы опять же было видно То вот в эту область давайте посмотрим цену И вместе поставим 67.72 Сразу же поставим take profit Опять же показываю для примера То есть это не значит, что вы должны делать то же самое Это только мое мнение Ну и собственно мой счет с момента начала торговли ушел в просадку 10% То есть наверное опять же пока есть момент торговли Которые не всегда работают в период, когда рынки очень быстро движутся И очень быстро меняются Об этом тоже важно помнить Поэтому всегда принимайте решение самостоятельно Я просто показываю это на своем примере То есть вот такой диапазон Если спустимся сюда, здесь я войду И цель по прибыли будет движение в эту сторону То есть так я в данном случае по данному инструменту Такую ситуацию я бы для себя рассмотрел Золото продолжает расти Опять же как я говорил, то есть буду искать возможности покупать Сейчас есть первые признаки на то, что с точки зрения по крайней мере числа Мы вновь возобновляем рост Но с текущих уровней конечно входить на покупку я не буду Поэтому здесь буду дальше продолжать наблюдать Если видим еще одну волну коррекции и оптимальные точки для входа То для себя вход также по золоту рассмотрю Индексы Индексы также благополучно продолжают отыгрывать позитивные новости Как индекс DAX, так и индекс S&P500 То есть по DAX мы видим вновь рост Соответственно с текущих уровней опять же входить не самая комфортная ситуация Поэтому если последует еще одна волна коррекции То будет иметь смысл также в этот инструмент перезайти Ну и то же самое по S&P500 А в данном случае мне, как я уже сказал в начале Помогает то, что у меня есть портфель из акций Который продолжаю держать И на фоне как раз роста индекса S&P500 Подрастает мой портфель из акций Таким образом я как раз нивелирую Собственно те убытки, которые у меня появляются На трейдинговом счете, а на счете инвесторском Там собственно уже все подрастает Хотя пробовал ходить как раз в контртренды Чтобы диверсифицироваться так же Поэтому здесь мы обновили новый локальный максимум Поэтому все предпосылки движения на 3500 на 3530 У нас вполне есть Тенденция сохраняется Опять же если ничего нового мы не услышим от Трампа Если никаких событий из ряда выходящих на рынке не произойдут А нефть продолжает отрастать Как мы с вами говорили и ранее Область поддержки, которая была сформирована на минимальной значении сентября Мы удержались выше данного уровня Собственно оттуда как раз это движение восходящее продолжилось Теперь следующая цель это уйти выше 43.70 Это цена по CFD на нефть марки Brent То есть это локальный максимум, который был в середине сентября Ну а дальше уже на 45, на 46 уже можем соответственно увидеть продолжение движения Неделя довольно таки интересна Особенно довольно таки интересна на то, как рынок реагирует на заявление первого лица США И собственно я думаю, что следующие недели будут не менее интересными, не менее захватывающими Поэтому мы с вами продолжим за этим следить Увидимся в понедельник, поговорим о том, как закрылась текущая торговая неделя И что мы можем ожидать на неделе предстоящей Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео Подписаться на канал, ну и ваши вопросы оставляйте в комментариях Всем спасибо за внимание и до свидания